Хотя на этапе согласования на поиск... Хакасия праздники пережила. Поиск пропавшего человека в Ширинском районе завершился благополучно. А вот пожары – проблема актуальная. На пожарах у нас за период праздничных дней погибло 4 человека. Это на уровне прошлого года. Все взрослые. В лечебные учреждения доставлен один человек. По состоянию на текущую дату на территории республики потушено у нас 54 техногенных пожара. Это на 19 пожаров меньше, чем в прошлом году. ЧС не зарегистрирована. Происшествия в основном на объектах ЖКХ. Это несколько порывов на сетях водоснабжения в Черногорске, Устебаканском и Ширинском районах. Последний случай – на теплосетях в Черногорске. Все устранены оперативно. С целью формирования нормативного аварийного запаса угольного топлива выделены средства. С начала отопительного сезона, я напомню, это 27 миллионов рублей, в том числе 7 миллионов. Это буквально у нас последние 5 дней были выделены. Все средства доведены до районов. Юрий Курлаев поблагодарил все службы за эффективную работу, а также за запуск во всех муниципалитетах экстренной службы 112. Это у нас на сегодня единственный субъект Российской Федерации, который получил вчера письмо, подтверждение от Барышева, заместительного министра МЧС. Получили ему письмо, подтверждающее добро на введение в эксплуатацию, в постоянную эксплуатацию систему 112. Сейчас принимают меры безопасности на крещение. В местах купания будут дежурить спасатели, полицейские, медики. Началась и подготовка к паводку. В районе Абазы и Белого Яра взрывать лед будут раньше. Просьба мне, глава муниципального образования Абазы и Белого Яра, приступить с завтрашнего дня к подготовительным работам, провести мониторинг, складывающийся в рядовой обстановке, определить толщину льда, площадь участка проведения взрывных работ. Минприроды мониторит ситуацию на Южной дамбе в Абакане. Русло реки смещается. За 5 лет оно на 15 метров приблизилось к дамбе. Для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо укрепить береговую линию и укрепить саму бун. Ситуация не критическая, угроза размыва дамбы нет, но нужно продумать превентивные меры и источники финансирования. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС.